На YouTube на сегодняшний день более 20 или 30 тематик. Вы их выбираете, когда создаете свой канал. Спорт — это политика или технологические разработки. Это позволяет YouTube интегрировать ваши видеоролики в определенный технический сегмент. То есть, когда зритель заходит на канал, он выбирает тематику спорта и смотрит ваши видеоролики, а также видеоролики других авторов. Вы как бы попадаете в тренды этой общей коалиции и работаете уже на этой платформе. YouTube-канал подходит для любого бизнеса. Если вы решили создать свой канал, поверьте, он не будет ненужным продуктом вашей деятельности. Это очень важный инструмент, на сегодняшний день доминирующий в мире популяризации видеосервисов, а также продукции, рекламы и всего остального. В YouTube есть огромное количество подкатегорий. От политических тематик до технических, до спортивных, развлекательных, интерактивных и множество-множество всего другого. Когда вы будете создавать свой канал, YouTube предложит вам определиться с тематикой и попасть в нужную категорию. Таким образом, все ваши видео будут маркированы этой тематикой. Спорт — это или политика, или техника. Каждый из этих блоков имеет свою уникальную особенность. Я расскажу вкратце о четырех первых, чтобы вы могли на базе этого понять, что вам более всего интересно. Политические каналы являются, по сути дела, самыми охватывающими на YouTube, но они имеют обратную сторону медали. Это радикальная критика зрителей или, допустим, радикальный контент. А может быть, каким-то государственным структурам неинтересно будет то, что вы популяризируете или пропагандируете. Поэтому, если вы ярый общественный деятель, выпускайте продукцию так, чтобы она нейтрально выходила на YouTube и не задевала какие-то человеческие эмоциональные моменты. То есть ваш продукт должен быть нейтрален, он должен быть интересен для зрителей, и в то же время он не должен быть радикален для других людей. Таким образом, вы долго и эффективно будете двигаться вверх, а в конце можете стать очень интересным политическим обозревателем или мощным журналистом, а также можете посещать различные международные конференции в тематике политической жизни и присутствовать на этом рынке и сегменте. Также, помимо политической деятельности, есть техническое обозрение. Это очень интересный сегмент. На YouTube он имеет огромный плацдарм. Техническое обозрение позволяет людям, механикам, технологическим изобретателям или другим людям, авторам своей продукции довольно высокого интеллектуального уровня, да и любого другого, создавать видеообзоры на свою технику. Есть огромное количество ученых, которые используют альтернативные технологии энергетики. Огромное количество ученых, которые демонстрируют аграрные продукты или изобретения, фармацевтические и множество-множество всего другого. Поэтому, если вы технолог по натуре и по жизни с интересным уникальным складом технического ума, то YouTube – это идеальный вариант привлечь потенциальных инвесторов в ваши проекты, привлечь какие-то крупные корпорации или каких-то гигантов конгломератического бизнеса, которые смогут инвестировать в ваше изобретение. Потому что, поверьте, без YouTube это очень сложно продемонстрировать то, что вы создали, сидя у себя дома и не ездя на специализированные выставки, и не присутствуя в каких-то сообществах. Помимо технологических моментов, в YouTube есть огромный развлекательный сектор. Он включает и детский контент от производства мультипликационного контента, производства развлекательного контента в детской среде, который имеет огромную детскую аудиторию. Уникальность детской аудитории в том, что дети просматривают на планшетах, на телефонах видеоролики по десятке, а то и по сотне раз одни и те же. Это дает колоссальное количество просмотров. Да, есть реглама со стороны YouTube и политики продажи рекламы для детского контента, вы будете получать маленький доход от понятизации, но на выходе вы получаете сверхпоказатели по просмотрам и по подписчикам. Также слабая сторона именно детского производства контента. Дети очень быстро взрослеют, и поэтому становится очень быстро неинтересен контент, который был интересен буквально месяц-два, может быть, год назад. Поэтому вы должны понимать тот момент, что вы всегда должны оставаться в тренде, придумывая что-то новое либо для разных возрастов аудитории, либо держаться только в одном сегменте для одного возраста, от трех до пяти лет, например, от пяти до семи или что-то в подобном ключе. Поэтому если у вас есть яркие, энергичные дети, а также вы домохозяйка, который хотите развлекаться, снимая интересный продукт, потому что у вас есть свободное время, или с мужем вместе решили что-то делать, поверьте, это интересная история, вы можете попробовать, вы ничего не потеряете от того, что будете снимать какие-то моменты в вашей жизни, путешествия, развлечения, походы в детские развлекательные центры или что-то подобное. Это по-любому даст какой-то вам результат. А также в будущем для вашего ребенка предопределить его судьбу яркой и активной личности, которая очень легко общается, очень легко коммуникатирует и очень легко завоевывает сердца людей, которые будут наблюдать за вашим продуктом. Мы находимся в сегменте спортивной тематики, то есть мы специализируемся на спорте, мы организуем бои без правил для простых желающих людей, у нас определенный свой сегмент, поэтому в спорте, конечно, мои знания намного обширнее, чем в всех отраслях, которые я вам рассказал немного выше. Если вы фитнес-тренер, либо вы блогер спортивной тематики, либо вы организатор каких-то мероприятий, либо вы просто увлекаетесь спортом и любите спорт, и это часть вашей жизни, YouTube – это идеальный вариант для вас, чтобы заявить о себе, потому что любой спортсмен всегда ставит впереди всех своих достижений это первенство во всех категориях спорта. Поэтому, если вы любите плавать, ездить на велосипедах, вы любите бегать, вы любите качаться в спортзале, заниматься кроссфитом, либо стрелять из стрелкового оружия, да что угодно, YouTube, поверьте, это отличная история, чтобы показать о себе, заявить о себе, показать свои навыки, показать свои достижения, показать интересные мероприятия, которые проходят для людей в этой тематике, и просто быть частью этой спортивной индустрии не просто как зритель или как спортсмен, а как деятель. И впоследствии вы также можете привлечь для вашего бизнеса потенциальных спонсоров тематики спорта, партнеров, которые будут вас приглашать, чтобы осветить свои мероприятия и финансово вознаграждать вас за это, и быть очень весомым специалистом на рынке именно вот такого спортивного контента. Я расскажу вам особенности по брендированию вашего канала. Поймите одну важную вещь, когда вы создаете канал, это не просто площадка, где вы выгружаете контент, это ваше лицо, лицо вашей компании, поэтому шапка канала, обложка канала, иконки для видеороликов вашего канала должны быть уникальны, они должны быть интересны, зрелищны и захватывающи. Я расскажу вам важный момент, который мы используем. Первым делом закажите шапку канала у дизайнеров, они позволят вам предложить пару вариантов, 5, 6, 7, интересных, профессиональных, потому что брендированная шапка, это как обложка вашего канала, если она красивая, качественная, стильная, она как бы завлечет своего клиента, и это будет действительно важно для вас. На обложках можно размещать какую информацию? Вы можете на обложках разместить логотип вашей компании, на заднем плане продукцию вашей компании, вы можете разместить себя как личность на этой обложке, вы можете сделать хороший дизайн с эффектами, с бликами, все, что только вам в душе угодно. Обложка должна отражать всю суть вашего канала, главных фигур на этом канале, персонажей и вообще тематику вашего контента. Название – это вообще самое главное для того, чтобы привлечь огромное количество просмотров. Поймите, на YouTube выходит такое большое количество контента, что невозможно иногда отследить все, что там выходит. Поэтому первым делом зритель бросает взгляд на иконку, если она больше всего подходит к нему как интерес, и также он больше всего бросает взгляд на название. Это две самых главных вещи, на которые вы должны сенсировать свое внимание. Не бойтесь добавлять знаки восклицания, не бойтесь писать большими буквами, чтобы обозначить мощь и интерес данного видеосюжета. Используйте яркую интересную иконку, на которой практически 70% полотна должно демонстрироваться основная суть всего сюжета. Что-то яркое, что-то привлекающее, что-то интересное. То есть, например, если вы выращиваете помидоры, то разместите на иконке большой, красивый, сочный помидор с бликами, с каплями, с хорошей цветокоррекцией, потому что визуально на подсознании человек будет хотеть его съесть. И поверьте, он намного быстрее его нажмет на эту иконку и на это видео, нежели он увидит видео, где какая-то сфотографирована грядка с помидорами, плохие мутные картинки с плохими цветами, но которые вообще никак не привлекают, знаете, такого обувательского характера. Используйте телефоны, потому что мобильные телефоны последнего поколения имеют хорошие камеры. И при близкой съемке они позволяют делать расфокус и позволяют сделать действительно хорошую картинку без скорректировки даже. И эту картинку вы можете спокойно, без труда, загрузить на YouTube, на видеоролики. Помните, что все иконки должны быть не больше весом 2 мегабайт. Это техническое требование YouTube, и в основном они все идут в разрешение 16 на 9. Мы используем 1920 на 1080, это стандартный Full HD формат. Такого формата иконку мы размещаем на все наши видеоролики. Давайте я расскажу про название и описание для видеороликов отдельно и расширенно, потому что я вам скажу, что это очень важный момент при создании видеороликов, при публикации этих видеороликов у вас на канале. Названия должны быть очень длинными, иначе люди не будут их читать. Как говорится, краткость – это сестра таланта. Используйте выраженно, сконцентрировано 3-4 слова, может быть, 5, для того, чтобы обозначить, какой контент присутствует на видео. То есть, например, если вы бегун и выступаете на триатлоне, то вы можете написать интересное название в том плане, как я продержался 8 часов, пробегая марафон. И людям это может быть интересно. В описании не стоит расписывать огромные тексты, никто не читает описание, в последнее время это абсолютно не актуально. Описание больше используют для размещения ссылок на партнеры, на какие-то интересные продукты, которые были указаны в видеоролике, технического характера информации, которая может позволить пользователю после того, как он посмотрит видео, или в момент того, как он будет смотреть видео, моментально перейти на страницу или на сайт того продукта, который демонстрируется и рекламируется. Если вы бизнес, и вы организуете достаточно большой бизнес, немалый бизнес, у вас имеет место быть многопрофильное производство. Соответственно, бывает так, что тематики ваших производств абсолютно разные, и вам один канал может не подойти. Мы рекомендуем вам создать сразу несколько каналов, три, четыре, может быть, как вам будет удобно, на которых вы будете линейно размещать контент по одной определенной тематике. Что это вам даст впоследствии? Впоследствии у вас будет на каждом канале сконцентрирована определенная аудитория очень узкого данного сегмента, который вы производите. И вы будете распределять весь ваш контент по этим четырем потокам, давая вашему зрителю именно то, что он хочет, не размывая зрителя разными продуктами. Потому что, поймите, если вы будете выкладывать все разноплановое и не по определенной тематике, то подписчики, скорее всего, начнут уходить с вашего канала, потому что они будут уставать от того контента, который им неинтересен. Как пользоваться четырьмя каналами, тремя или двумя? Мы рекомендуем использовать какую-то систематичность. На одном канале вы можете публиковать видео чуть ли не каждый день, на другом канале, он как бы резервный, например, можно публиковать видео раз в неделю. На третьем канале, например, как дополнительный канал, более с техническими деталями или какие-то более подробные описания вашей продукции, можно публиковать видео раз в месяц. То есть это позволит вам сконцентрироваться на системности загрузки контента и не перегорать в плане производства. Вы же не сможете делать постоянно качественный контент и очень много. Это тоже огромная затрата энергии. Поэтому выкладывая каждый день простые продукты на одном канале, раз в неделю хороший продукт на другом канале, раз в месяц уникальный, шикарный, дорогой продукт на третьем канале, позволит вам захватить все эти слои аудитории, быть в тренде и, как бы самое главное, получать новых клиентов для вашего бизнеса с абсолютно разных сторон. Это действительно важно. Воспользуйтесь этой ситуацией, делайте так, мы вам рекомендуем. Не секрет, что YouTube – это доминирующая платформа в тематике именно видеостриминга. Но существует огромное количество социальных сетей на сегодняшний день, а есть топовые новые социальные сети, и как TikTok, и ВКонтакте, и как Facebook, и как Instagram, которые вы не можете обойти стороной. Для того, чтобы все собрать в одно воедино, вы можете проставить ссылки на все эти социальные сети в YouTube. Для этого есть специальный раздел «В настройках», который позволит вам отображать ваши ссылки прямо в шапке вашего канала. И люди, которые смотрят ваш контент, смогут переходить по этим ссылкам на ваши страницы на этих сторонних платформах. Тем самым вы переводите вашу аудиторию и мотивируете ее подписываться на ваши платформы и на других социальных сетях. Используйте этот инструмент, он достаточно легкий. Также вы можете добавлять ссылки на соцсети в комментариях, закреплять комментарии под видео, а также вы можете добавлять эти социальные сети в описании. Таким образом, везде, где присутствует ваш зритель, он будет видеть переходы на ваши социальные сети.